Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях мои друзья, замечательные художники в высоком смысле этого слова, театральный критик и драматург Ольга Федянина и режиссер Филипп Григориан. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Филипп, вот скажи, пожалуйста, что для тебя сегодня самое главное в театре и в твоем творчестве? Куда тебя тянет? Как ты слышишь актуальный для себя контекст вот в этом движении, твоем художественном движении, развитии? Есть ли у тебя вообще такой способ отношений с действительностью? Или ты как-то по-другому в ней озираешься и на другие вещи реагируешь, у тебя другие ожидания? Ну там для кого-то реальным стимулом является вот то, что можно назвать в высоком смысле художественной карьерой. А для кого-то является просто осуществление какого-то внутреннего видения мира и необходимость его выражения наружу. Вот что для тебя? Что для тебя является движителем? Ой, мне сложно сказать. Правда, я иногда задумываюсь об этом, скажем так, о том, о чем вы сейчас спросили. У меня как-то не так работает. Да, вот как работает у тебя? Знаете, я, ну не знаю, я, для меня это часть, для меня художественный процесс, это часть полноты моей жизни, скажем так. Вот, то есть это одна из частей. В тот момент, когда я это осознал, в тот момент, когда мне пришло счастье. Вот, как бы, когда я понял, что это часть жизни. И, ну, видимо, это есть некая, да, то есть, ну как, служение – это часть жизни. Для меня это такое радостное служение, как бы, ничему не противоречащее, не служение, как, да, как что-то, что я вынужден, ну, безусловно, там есть что-то, что, ну как, в любом служении есть элемент аскезы, но она для меня не является какой-то неподъемной ношей или там чем-то в этом духе. Не знаю, очень сложно сказать, это какое-то выражение полноты жизни. А вот скажи, ты же все-таки, тебе, как мне кажется, свойственно вот это априорное, предваряющее работу с актером, видение спектакля, его ощущения. Да, есть такой момент, не факт, что это правильно, но мне... Нет, нет, я бы не говорил в критериях, правильно ли, правильно ли. Я просто хочу чуть-чуть совершить путешествие вот к тебе, туда, внутрь твоей работы, твоей индивидуальности. Вот ты, тебе свойственно это видение. Как это, на твой взгляд, влияет в дальнейшем на работу с актером? Есть ли здесь, появляется ли у тебя здесь какая-то свои принципы или свои проблемы, или наоборот, свои радости в связи с этим? Потому что вот та постановочная часть, вплоть до мизансинирования, если она предшествует диалогу с актером, то это очень определенные и отсюда, как мне кажется, вытекают свойства самой работы. Ну, по-разному. Ну, это по-разному. Тут для меня важен принципиальный, некий принципиальный изначальный договор, как бы, между режиссером и актером. Это договор о, как бы, как сказать, о некой ситуации, о неком доверии друг к другу, потому что у нас очень разные функции в этом смысле. Одно дело быть, ну, я сейчас грубо говорю, одно дело быть отцом, другое дело быть сыном. Я очень грубо говорю, это игра, это такая игра, потому что я был в этой ситуации, я очень хорошо помню, когда у меня был один, когда я работал актером, у меня была ситуация, когда режиссер был абсолютно невыносимый, и он ставил огромное количество абсолютно никак не связанных между собой задач формального свойства. И я помню, как я воспринял это как вот, как некую аскезу, которую я должен пройти, как бы, как возможность научиться связывать с собой вот эти разрозненные, всплывающие в его сознание элементы. В некотором смысле, в некотором смысле, это две таких вот, ну, вот, абсолютно, как бы, мы все играем на, ну, на один, как бы, алтарь, но у нас разные функции. Я обещаю, что я его не брошу, ну, в беде, что я его не оставлю, как бы, да, что я его, если что, я его прикрою, помогу, и так далее, и тому подобное, да, то есть, что он не будет брошенный, что он, если он окажется, ну, что он не окажется как актер в глупом положении, да, то есть, что вот, но при этом, но при этом я раскрываю свое подсознание, стараюсь его раскрыть. Вот, ключевые свойства, которые ты сказал, это какой-то специальный нерациональный контакт с человеком, почти семейный. А он, в свою очередь, должен мне довериться этому подсознанию. Какое-то родство, которое созидается тобой в работе, и ты сказал, недаром об отце и сыне, ну, родство. И одновременно с этим и рациональный способ осуществления спектакля, там, где живет подсознание, то есть, где какое-то преодоление рациональных свойств. И в этом смысле очень интересно, и тогда мне становится особенно понятно, вот, ваше взаимодействие и солью тоже. Потому что, а как раз там, где мы имеем дело с текстом, уже высказанным четко, определенным, то есть, мы, как минимум, должны исчерпать рационально этого текста. Нет, просто возле этой черной дыры кто-то должен стоять, смотреть в нее и понимать, что там происходит. То есть, как раз вот это, я увидел и в спектакле, практически, вот почему-то получилось, что оно замечательное, на мой взгляд, качество, он превратился в русский текст. Во всяком случае, история русского театра связана с первыми такими уже светскими пьесами, которые, например, недорослем Фанвизина, то есть, с резонерским текстом, я вдруг увидел, как мольеровский текст вписывается в эту традицию уже на уровне игры. Не только на уровне слов про текст, а это осуществлено в диалоге. И это, конечно, очень, на мой взгляд, прекрасный результат, потому что нам все не так не хватает культуры резонерского диалога, и вы не только в театре, но и в принципе в обществе, ответственного резонерского диалога. И при невероятной образной, замечательной рациональности действия, которые и даруют нас потрясениями образа, наличие и включенность туда в высоком смысле культуры резонерского диалога, это результат, которого вы добились. И в связи с этим, Оль, мне тоже интересно тебе спросить, а ты так и видишь мольера? Потому что можно же его увидеть иначе совершенно. Вот ты сама, если без замысла и без того запроса, который, исходя из образного и художнического замысла, идет от Филиппа к тебе, ты сама, как ты видишь мольеровский текст? В чем его, на твой взгляд, сегодня и вчера своеобразие? Ну, как я вижу, и в чем своеобразие, это немножко две разные вещи. Я могу сказать, что с моей точки зрения там есть очень большое... Это, может быть, это не обязательно своеобразие именно Мольера, а это своеобразие той эпохи, в основном французской, но не только французской, но в основном все-таки французской. Именно вот то, что ты называешь резонерской традицией, она в этом тексте, в тортюфе, да, ее можно там, конечно, показывать просто, что называется, вот как такой образец своего рода. И я считаю, что в спектакле это отчасти получилось, но не до конца, и я всегда очень радуюсь тогда, когда я вижу, что это получилось. Значит, это как бы... Сейчас я попробую это сформулировать. Дело в том, что классицистский текст не работает с теми категориями, с которыми работает более поздний актерский театр, даже если этот театр полностью основан на тексте. Классицистский текст, если говорить совсем просто, составлен из очень коротких кусочков. И это то, с чем, как выясняется, современный актер очень плохо умеет обращаться при всем клиповом и монтажном сознании. Если ты будешь читать Мольеровские монологи, именно не идеологи, а монологи, и это то, о чем мы с Филиппом говорили сразу же, с первой встречи, нужно привыкнуть к тому, что мысль укладывается в двустишее. Это очень сложно было с актерами, потому что актеры все время требуют от тебя перспективы. А она как бы... Эта перспектива... Вот перед тобой тарелка суши лежит, и как бы перспектива ее всю съесть. Вот и все. По одному. Да, совершенно верно. А небольшую тарелку суши. Потому что актеру очень хочется, чтобы у него было начало монолога и конец, и чтобы у него была возможность, как бы, что называется, всей эмоцией и всей силой проехать от начала и до конца. Ты не можешь этого сделать с Мольером, потому что там сделано так, там-пам, там-пам, там-пам. И на каждый там-пам надо заходить по отдельности. Это очень связано со структурой мысли. Это не формальная особенность, это содержательная... Ну, собственно, резон — это и есть мысль, которую ты высказываешь. Одну. Одну. Не пять сражений. Она отскочила от стенки, в другой перешла от стенки. Это проблема — выстроить в единую перспективу множество резонов. Да, да, да. И как бы посмотреть, какое количество аргументов вообще можно подшить к этому обстоятельству. С одной стороны, эти тексты ужасно удобно сокращать. Потому что ты, как бы, ты начинаешь, ты выкидываешь, ты выкидываешь, если ты выкидываешь две строчки, то ты совершенно точно выкинул законченный фрагмент, который тебе больше нигде, у тебя больше нигде не всплывет, тебе больше нигде не помешает, что там называется. С другой стороны, надо очень внимательно следить за тем, чтобы не выкинуть ключ. Потому что где-то там среди этих двустишек лежат ключи, как в квесте. И если ты их потеряешь, то ты уже не соберешь целые никогда. Понятно. То есть вопрос, вот еще с чем у меня связан, Филипп. Ну, мы понимаем, что действие, оно лежит за пределами текста, на самом деле. Оно не располагается в тексте. Да. И опасности резонерской драматургии в том, что если ты сливаешься с текстом, то тогда ты лишаешься действия. Это, оказывается, некая такая рационализация мира, часто сухая или, как минимум, не дающая возможности воплотить полноценность, на которую претендует особенно сегодня театр. У тебя изначально, вот то, что мы можно, и мы назвали даже, если ты позволишь так сказать, вот хай-концепт твоего замысла, связанный с огромным переводом системы обстоятельств и образной структуры пьесы в Россию, туда в трагедию царской семьи, в Распутина, и в этом смысле и в наше время тоже, что очевидно и понятно каждому чуткому зрителю, это по-своему мощным очень потоком определяло действенный ряд, потому что практически сам этот образ и спрятанная в нем динамика актуального и бытийного, сама по себе эта динамика, спрятанная и как бы лучащаяся из этого образа, конфликтно по отношению к резонерской драме. И в этом смысле вы с Олей должны были бы находиться в непрерывном конфликте. Я имею в виду напряжение, не в конфликте человеческом, а в напряжении. Нет, это чистая правда, потому что мне все время хотелось, чтобы эта история не была доминирующей. Да, вот Оля Баронась, Оля Баронась. Это понятно, я просто могу говорить. Для того, чтобы это вообще осталось на уровне костюмов. Да, и то желательно. И она очень большую работу в этом смысле провела со мной. Но это не осталось на уровне костюмов. Но при этом оказалось, внутри этого движения спектакля, внутри подлинного развития этого образа, через действие, живет и процветает резонерская травма. Вот это меня поразило. Ну, я, кстати говоря... То есть у вас появилось дитя, скажем, да. Художественное дитя. Да, просто... Дитек. Как сказать, мне как раз было в какой-то момент очень важно, и это было для меня открытие, и это то, что я в какой-то момент поняла, что называется, что я веду не совсем правильную борьбу, да. И, ну, там, наверное, этого никто не почувствовал, да, но я в какой-то момент, в общем-то, сняла пальцы с горла, потому что я поняла, что то, с чем я борюсь, это на самом деле есть доступ. Это тот доступ, который у режиссера и у актеров есть к этому тексту. И я не могу, я не имею права перекрывать им вход, потому что тогда они прочтут весь текст, и мы никуда не попадем. Да, и в результате я считаю, что, в общем... То есть, там, можно считать, что это хорошо или нехорошо. Я никогда в жизни не стала бы этот текст разбирать так, как разбирает Филипп, но я считаю, что то, что получилось, это абсолютно адекватно, скажем так. Я тоже так считаю, и это, конечно, мне кажется удивительным, своеобразным чудом. Вот, когда мы наблюдаем в театре снятие очень напряженной оппозиции, в той или другом уровне. Потому что в данном случае сюда, именно в этот спектакль, пришли, как-то не парадоксально, самые острые и горячие темы дня. Отказ от текста, преследование текста режиссурой, извращение текста режиссурой. А с другой стороны, ни на чем не основанной или основанной на какой-то одной метафоре, на всю жизнь растянутая образность, свобода, волюнтаризм режиссерский. Здесь, с одной стороны, наличествует невероятная актуальность спектакля, свобода обращения с образным структурой пьесы, и при этом пьеса заново рождается и звучит всеми своими свойствами. И именно осуществляется это в актере и целиком в постановке. Режиссер раньше был критерий, режиссер таков, какие у него актеры. Это был критерий, который, с одной стороны, давал возможность театру расцвести, дал возможность расцвести к середине века, но этот же критерий стал уничтожать режиссерское искусство в дальнейшем. И в войне, вот в изменении этого критерия развивалось почти пять десятилетий уже, скажем так. Поэтому возникли необходимости, в принципе, отказа от текста. А здесь возникает утверждение, доказательное утверждение другого пути, что можно и внутри классической драмы осуществить режиссерскую свободу и независимость образного построения, которому подчинится и актер, и целиком театр. Вот это случилось, и я вас с этим поздравляю, дорогие мои друзья. В завершение какого-то такого, достаточно протяженного завершения нашего разговора, я бы хотел с вами поговорить о нашей российской, скажем так, режиссуре и драматургии, о том, что происходит не только у нас здесь в электротеатре, у тебя, Филипп, а что, Олечка, ты все-таки очень тоже активно наблюдаешь нашу актуальную жизнь театра, и ты, мне кажется, со многими дружишь, Филипп. Ну, вот как у вас отношения, как вам кажется, что, собственно, происходит сегодня здесь, в нашем отечестве, в театре, куда он направляется и чем все это кончится? Не с социокультурной, политической или такой, еще какой-то, о чем мы достаточно на протяжении нашей беседы говорили, а вот именно в художественном. Ну, я можно, я просто эмоционально выскажусь, так общу, я скажу, что, мне кажется, то есть, вот, 10 лет, вот, правда, 10 лет назад, просто я, у меня есть некий период, в который вот я начал заниматься режиссурой, назвал себя режиссером, и стал делать что-то в театре, там, условно, это 10 лет. Вот за эти 10 лет все изменилось настолько кардинально, что в это сложно поверить, то есть, на мои спектакли, там, на физикл, там, да, театр, 10 лет назад, ну, можно было собрать, там, условно говоря, три зала, может быть, в месяц 120 местных, и все. То, что происходит сегодня, это реально взрыв, ну, взрыв есть, публика появилась, это, на самом деле, это результат, вот, в течение этих 10 лет работы большого количества людей, тех, которые делают фестиваль на этой, фестиваль территории и так далее, вот, всех этих привозов, и чеховский фестиваль в том числе, и, как бы, происходит этот взрыв, потому что, ну, в данном случае есть, есть и спрос, и предложение, то есть, эти художники появляются, ну, мне кажется, это время прекрасное для театра. Вот, на самом деле, и, на самом деле, все эти кризисные моменты, которые происходят, да, они абсолютно закономерны, и столкновения вот эти вот, и они, как бы, ну, да, это просто вызовы, они требуют разрешения, как бы, активации, процесс стал, процесс гораздо более серьезный, чем был 10 лет назад, гораздо более серьезный, ото всех требующий внимания, собранности, да, разделение на важное и неважное, там, и так далее, вот. Да, очень интересно. Это очень круто. Олечка, у тебя как? Да, я с этим полностью соглашусь, и могу сказать, что, могу сказать, что, собственно, поэтому, например, меня так беспокоят все, ну, вот, все дырки в водопроводе, и все неприятности, все препятствия, которые сейчас возникают на пути у самых разных театральных явлений или, там, отдельных театральных коллективов или людей, потому что, мне кажется, что сейчас невероятно плодотворное время, причем это плодотворное время именно для театра, потому что я вижу, как весь, ну, как бы, вот немножечко жизнь и энергия, которую, там, 15 лет назад мы скорее искали в кино и литературе, сейчас перетекают в область театральную и экспозиционную, я бы еще сказала, да, вот там происходит все самое интересное сегодня, и мне кажется, что это ужасно важно, это время, именно сейчас время не потерять, потому что, как бы, в театре, как это, ну, как бы, понятно, что мы все стараемся что-то сделать на века, но, тем не менее, в театре не существует завтрашнего дня, это потому что то, что вы сегодня не сделали, завтра вы сделать не сможете, и вы будете делать что-то другое, может быть, лучше, но сегодняшнего у вас уже не будет, и моя, как сказать, моя забота и моя попытка всегда это, что называется, сохранить вам, в данном случае вот вам двоим, как работающим режиссером, ваше рабочее время, чтобы оно ушло на то, чтобы использовать тот момент, который мы сейчас имеем, на то, чтобы вы его потратили именно на свою работу, а не на что-то другое, не на какие-то посторонние вещи, потому что мне кажется, что то, что сегодня происходит в нашем театре, это закладывает, это с одной стороны завершает некоторый период, а с другой стороны закладывает основы для следующих, ну, может быть, 20, 30, 50 лет. То есть это те самые драгоценные животворящие процессы, и поэтому к ним надо с особенной ответственностью, о которой говорил Филипп, относиться. Мне кажется, это правильная возможность завершить наш разговор, но не завершить эту тему, на которую мы вышли, которая, возможно, одна из важнейших в сегодняшнем времени искусства. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, Филипп, спасибо, Оля. Спасибо. Всего доброго, дорогие радиослушатели.